Приветики, мои котята, с вами Брика и добро пожаловать в Wildcraft, в обновление Wildcraft, просвещенное, наверное, ко дню Святого Валентина, так как сегодня 14 февраля, но сейчас вместе с вами это и увидим. Добавили каких-то приятелей, это что-то новенькое, я не совсем понимаю, что это. Третий сезон Wild Pass с эксклюзивными скинами, аксессуарами, одеждой и пэтом. И также рыбалка и копание игры, новая механика, прям стало очень интересно. Так, с чего же начнем? Давайте, наверное, рассмотрим Wild Pass. Так, третий сезон, ух ты, питомец, вай, ну это при покупке Gold Pass, его дают сразу, такой дракончик. Мы сейчас, конечно же, купим, все рассмотрим. Ну давайте посмотрим вообще, какие здесь награды, одежда, ооо, ничего себе, это одежда на лошадь. А скин нам дадут на лошадь? Ооо, какая красота, слушайте, очень красивый аксессуар на лошадь. Эксклюзивный оттенок, вай, оттенок на гепарда, очень красиво. Так, эксклюзивный аксессуар на орла, так, оттенок эксклюзивный, по-моему, зеленый оттенок уже был у нас на крокодила, только другой скин, да, скорее всего. А что это за оранжевый эликсир? Ух ты, оранжевый эликсир для приятелей, вай, очень любопытно, что это за приятели. И эксклюзивный скин на лошадь, к сожалению, он в Gold Pass, то есть он будет доступен тем, кто его выкупит. Очень жаль, конечно же, я тоже очень расстроена. Это, получается, единорог с таким интересным хвостиком, как у льва, ну, любопытный скин. Оттенок у нас, получается, на лисичку, оттенок тут же на, а, здесь, видите, волосы другого оттенка, да, получается, не волосы, а грива. Что ж я говорю, какие могут быть волосы у лошади? У лошади может быть только грива, аксессуар такой тоже, это в сундуках выбивается. Скин эксклюзивный на льва, вайд, а он идет во фрипасе, кстати, очень крутой, с такими рогами, ничего себе. Вы где-нибудь, когда-нибудь видели льва с рогами, наверное, только в Вайлдкрафте, да? Приятеля тоже можно будет получить в Gold Pass, это божья коровка. Эксклюзивный оттенок на легендарного мишку, я так понимаю, что это легендарный, насколько я помню. Оттенок, ооо, какая красота, да, мы заберем и льва сразу, и лошадь, да? Скин на орла, очень красивый, ничего себе, тут засыпали прям скинами. Так, питомец, оттенок тоже, фиолетовая вода, цветы, я так понимаю. Одежда на орла, очень красиво. Оттенок на льва, вай, какая красота. И одежда получается на льва, тоже такой же. Ого, ничего себе, вот это рога. В такой же тематике, да, зеленое золото, очень красиво. Ну что ж, давайте сразу соберем награду. Так, во фрипассе собираем награду, и в Gold Pass мы получаем питомца. Вот такой красивый питомец, отлично. Переключаем питомца, давайте сразу его переключим, для того, чтобы посмотреть, рассмотреть. Так, семья. О, кстати, приятели, ну это мы сейчас тоже посмотрим. Давайте, наверное, разберемся с питомцем. Есть ли здесь новенькие питомцы, тоже давайте полистаем, посмотрим. Может быть имеются. Эх, синичка, синичка, так я с тобой и не побегала, да, толком. Чуть-чуть ты со мной побыла, и все. Так, не вижу я пока что. Ну, новеньких я пока не вижу, если честно. Вот только получается дракончик, и все. Выходит так, возможно, я кого-то пропустила, но мне кажется, нет никого. Нет, только у нас дракончик получается, да? Ну хорошо, давайте рассмотрим дракончика. Он классно подходит именно к этому скину тигра, заметьте, обратите внимание. И у меня почему-то стоит фиксированная камера, но как обычно, как обычно. Это не здесь вообще делается. Прико начинает видео снимать и не переключит камеру. Все, камеру переключили. И вот такой у нас летающий дракончик. Он как-то странно летает, если честно. Он почему-то как будто бы плывет. У него крыльев нет. Это водяной дракон, да? Это водяной дракон? Почему у тебя нет крыльев? Ладно, покажи свое особое действие. Хочу посмотреть. Особое действие покажи. Эй, дракончик, особое действие. Он не показывает действие на что, глюк, что ли? Эй, дракон. Да куда ты все время убегаешь? Я хочу на мордашку твою посмотреть. Он вообще действие будет показывать? На нем... А действий-то нет, разработчики. Или у меня не срабатывает? Нет действий на дракона. Дракон без действия. Куда действия дели? Или вы их не успели доработать? Он, наверное, недоработанный, да? Какой-то недоработанный дракон. Но он очень классный, кстати. Мне он нравится такой необычный. Таких пэтов у нас еще не было. Знаю, что есть новая мистическая одежда на тигра. На тигра точно есть. Может быть, на остальных животных тоже добавили. Нужно будет глянуть. Вот такие футуристические крылья. Они очень странные. И очень странно смотрятся на тигре. Может быть, это, скорее всего, к новым скинам, да? Я так думаю. Вот так. Ну, вот так, конечно же, да. Все гармонично. Очень круто. И аксессуар. Давайте тоже примерим. Ну, допустим, оранжевый, да? Да. Вот. Это прикольно. Слушайте, это прикольно. Глянем, что за приятель. Так. Вы можете купить приятеля в редакторе. Или получить его в счастливом колесе. А, можно за 300 купить гемов. Ага. Он имеет повреждения 5%. И его можно повышать по уровням. И он будет иметь больше повреждений. Это, наверное, для пвп боев, да? Для онлайн. Или как? Он будет помогать. Давайте прочитаем про них. Друзья, это маленькие существа, которые следуют за вашим главным героем. И дают постоянный уникальный бонус. Когда они активированы, выбраны для последующего. Только один приятель может использоваться за раз. Каждый приятель может быть обновлен отдельно с помощью специального оранжевого эликсира на вкладке семьи. Да, мы это уже видели. С каждым новым уровнем приятеля бонус, который он дает, увеличивается. Максимальный уровень, который может достичь каждый приятель, составляет 5. Максимальное обновление бонуса является уникальным для каждого приятеля. Приятеля можно приобрести и выбрать в магазине приятелей. Кроме того, они могут быть получены в счастливом колесе от NPC на каждой карте. А, нужно будет поискать NPC, да? Бонусы от приятелей сложены со всеми другими бустерами. Приятели доступны в пвп. А, это для пвп боев. Все понятно. Ну и где мне искать вашу NPC? А, вот. Ну, здесь еще и рыбалка же есть. Точно, я забыла про рыбалку. Мы сейчас рыбалку посмотрим и NPC проверим. Так, он где? Я правильно иду? Нет. Надо его пометить, иначе я не туда пойду. В какую сторону бежать? Эй, не бейте меня. Не бейте меня, пожалуйста. Я даже не вижу, в какую сторону бежать, если честно. Меня здесь атакуют. Давайте еще раз. Там у нас что-то есть. Мы тоже еще должны что-то собирать, к дереву приносить. Это вот как с подарками, да, под елочку. Что здесь собирать можно будет? Фрукты? Давайте соберем. И куда-нибудь принесем. Так, у нас тут дорожка показана. Ну, мы, конечно же, мимо колеса побежали. Уже отвлеклись от всего. Начали одно дело делать. Закончили другим это все делом. Ладно, быстренько сейчас сбегаем. Принесем к дереву этот фрукт. Просто интересно, что он дает. Если он дает так же много опыта и монет. Ну, в принципе, неплохо. Почему бы и нет? Угу, очень классно. Так, ой, какое красивое дерево. Слушайте, очень классное. Так, кладем. 29 листьев. А, здесь листья собирать. Клевер какой-то нарисован. А что мне с этими листьями потом делать? Так, давайте прочитаем. Найдите, возьмите, принесите цветочную корзину в этот пункт сдачи. А, это цветочная корзина. А я думала, что это фрукты. Если я насобираю листьев, то мне что-то дадут за эти листья? Или за них можно что-то будет где-то купить в каком-то магазине? Так, я вижу подозрительную козочку. Мне кажется, это NPC. Какая красивая. Ва, это козерог, да? Ну-ка, давай-ка, крутанем колесо. А, все, я теперь поняла, для чего мы собирали этот клевер. Для того, чтобы крутить колесо. Так, листья можно получить, играя в боковые игры. Как-то странное название. Такой, перевод очень странный. Такие, как копание, рыбалка, сбор объектов, побеждая тематических врагов. Максимальное количество листьев 999. Ну, конечно же, здесь есть ограничения по сбору. Как же без этого? Рассказывайте мне, как рыбачить. Здесь у нас рыбалка же, да? Да, все вижу. Подойдите ближе к стартовой точке. Все, подошла. Подождите, пока рыба придет, а затем используйте кнопку атаки. Ага, все, ждем. Ох, сейчас будем рыбачить без удочки. Ждем. Где у нас рыбка? Мне передвигаться можно вообще? Или нет? Или я спугну всю рыбу? Наверное, спугну. Я не понимаю, как здесь рыбачить. Объясните, пожалуйста. Мне кажется, что всех надо было оставить в логове. Они мне просто будут мешать рыбачить. Если честно, я не совсем поняла с этой рыбалкой. Может быть, я делала что-то не так. Если вы знаете, как рыбачить, напишите, пожалуйста, мне об этом в комментариях. Я научусь по вашим советам, да, по вашим комментариям. И потом уже в следующем видео мы с вами будем рыбачить. Скорее всего, так. Ладно, давайте поищем корзинки пока. С корзинками более-менее понятно. О, какая красивая корзинка. Вы посмотрите. Какая милота. Так, это последняя корзинка, которую мы принесем сегодня. И мы заработали 168 листьев. Отлично. Теперь идем домой, потому что у нас NPC находится возле логова. Поэтому мы сейчас вот так вот быстренько все сделаем. Чтобы далеко не бежать через всю карту, да. Вот. Нас козочка ждет. Или козерог. Бежим к нему. Сейчас крутанем колесо. Ну все, была не была. Крутим. Тут три попытки всего лишь дают. Это три попытки в день или как кто знает. Как его крутить? Оно у меня не крутится. А, нужно вот сюда нажать. Угу. Все. Я думала, мне самое нужно колесо крутить. А вот и нет. И что? Ох. Мне выпал бустер. Ну все равно очень приятно. Отлично. Теперь нужно снова зарабатывать вот этот клеер. Угу. Ну слушайте, прикольная механика, что-то новое. Это очень классно. Слушайте, разработчики нас удивили. Меня, по крайней мере, удивили. Это точно. Я не знаю, какое мнение у вас об обновлении. Скины. Скины отпадные. Скины отпадные во Wild Pass. Тут даже можно еще раз посмотреть. Лошадь мне очень понравилась. Я заценила лошадку, но она, к сожалению, в Wild Pass. Да? Очень понравился лев. Очень понравился... Тут с оттенком, да, лев у нас получается. Очень понравился... Кто у нас еще? Орел. Да? Тоже с оттенком. Классный. Классные призы во Wild Pass. Очень интересные механики. Что-то новенькое. Это здорово. На этом я с вами прощаюсь. Пишите свое мнение в комментариях. С вами была Прикай. И увидимся в новых роликах.